Севастополь Вегетарианство делят на разные подтипы, хотя раньше вегетарианство это было питание растительной пищи только. Со временем ее стали готовить, она была именно неприготовлена способом употребления питания. А потом стали готовить разные блюда и тоже это считалось вегетарианством, и сейчас это считается. В современном мире люди делят себя на даже те вегетарианцы, которые употребляют молоко и различные продукты. Есть такое понятие лактовегетарианцы. То есть они не употребляют мясо, как таковое, птицу, рыбу, но пьют молоко, кушают сыры, допустим, творога и считают себя тем не менее вегетарианцами. Но это неверно, как я понимаю. Ну, в моем понимании нет, потому что молоко это животного происхождения, в нем присутствует животный белок, соответственно, практически схожий с тем, который находится в мясной пище. Поэтому, ну, кто им мешает, то называет себя так. Пусть. А веганство это уже современное название, люди себя отделили от вот этого общего понятия вегетарианства, где действительно не присутствует никакой животной пищи совершенно. То есть ни молока, ни каких-то производных продуктов, ничего, только растения. А как впервые появилось такое понятие, как веган, да, и все-таки в настоящее время, что оно себя включает? Ну, все это пришло к нам из запада, там движения пошли, в достаточно мощную силу набрали и уже, как популярные, пришли к нам. И первое из них как раз, raw vegan, да, с английского как раз сыроед в нашем понимании. Это те, кто едят только неприготовленную живую пищу, то есть растения, бобы там, ну, все такое, травки. Давайте подробнее пройдемся о том, что может есть веган, да, какие продукты. Может спокойно употреблять, от каких отказывается? Оно отказывается абсолютно от всей живой пищи. А очень большой ассортимент растительных продуктов, на самом деле, когда часто нас спрашивают, а что же вы едите, вы же отказались там от того, от того, да. Это блюд не счесть просто, и даже в отдельности родновидность колоссальная, да, это львая трава практически, которая как продается в супермаркетах, так ее можно собирать от рукколы в наших полях, они там прекрасно растет. Тут тот же подорожник прекрасный, крапива, очень много-много стиля там. Разнообразие просто колоссальное. Я много от того не знал, когда питался обычно, сколько у нас всего в природе произрастает вкусного и интересного очень. Орехи, семечки, семена, то есть злаковые любые, по сути, плоды, фрукты, ягоды, просто они сейчас есть разнообразие. Практически круглый год, особенно у нас в Крыму, климат позволяет что-то находить, чем-то питать себя. Ну, вы знаете, я думаю, у каждого человека есть какое-то любимое блюдо, да, либо праздничное блюдо, да, которое он отмечает обычно за столе, как вот у нас принято это салат оливье, да, там какой-нибудь торт наполеон, да. А вот у веганов это какие любимые блюда, либо праздничные блюда, есть такое что-то? Конечно, обязательно, то есть веганство тоже, есть люди, которые занимаются приготовлением, кулинарные рецепты существуют, уже книги там по 400 рецептов есть с различными рецептами. Но я знаю, что у каждого что-то свое, вот, у меня, допустим, в нашей семье очень ценятся и любимые блюда, основные на авокадо. То есть авокадо из него делается как паста, и в него уже вмешиваются рубленые овощи свежие, и все это получается такой очень замечательный соус, который можно как просто его кушать, так и фаршировать тот же болгарский перец, очищенный внутри, и кушать как мороженое. В общем, очень вкусно для нас. Вот этот, мы его называем соус гуакамоле, то есть его аналог в сыроедческом исполнении. И для нас он считается самым любимым, самым вкусным, мы никогда не устаем его кушать. Хорошо, а есть ли из обычных, да, каких-то овощей, которые можно достать в любое время года, да, вот какой-то рецепт вы можете посоветовать? Ну, самый замечательный для нас рецепт зеленый салатик, опять же, авокадо круглый год присутствует, пекинскую капусту практически можно найти круглый год, огурец можно найти круглый год, даже если он тепличный, и немножко маслица, там соль уже морской по вкусу. Соответственно, рубленая пекинская капуста, она очень нежна, приятна на вкус, авокадо дает очень вкусный, добавляет очень вкус, и оно питательно, прежде всего, своими маслами, своими жирами. Огурец, он именно нейтрален, он дает зелень, травки обязательно, мы чаще всего добавляем шпинат, потому что он очень нейтрален по вкусу, он не, как укроп или петрушка, не дает таких значительных вкусовых изменений. И при этом очень полезен, очень много ценных веществ, витаминов, минералов. И такой салат просто перемешивается с солью, чуть-чуть маслица, если надо, очень вкусно. А если какой-то десерт, например, можете привезти? Да, сейчас самый распространенный десерт, он очень даже в нашем городе в вегетарианских ресторанах используется. Это конфеты, они могут быть шоколадные, могут быть просто фруктовые, делаются из сухофруктов. Отбираются сухофрукты естественного способа сушки, да, то есть желательно это урюк, который на солнце высушен, тот же финик, курага. То есть те максимально чистые продукты, не обработанные химическим способом для хранения, они в блендере или в кухонном комбайне все перемешиваются в единую массу. Тут уже по вкусу можно выбирать. Мы чаще всего берем, допустим, финик, изюм и курага. Вот три вида смешиваются между собой, и далее уже рецепт делится на шоколадный или не шоколадный. Существует такой, можно сказать, сыроический продукт, как кероп. Это порошок, дерево кероп, который имеет вкус шоколада. Он сладкий, и как какао, только сладкий. Если какао нужно добавлять сахар, то туда не нужно. Замешивая вот этот кероп прямо в массу, вы получаете шоколадные, по сути, конфеты. Для совсем пикантного, шоколадного, действительно настоящего вкуса, можно добавлять еще кокосовое масло или какао-масло. Прямо получается шоколад. Можно отдельно готовить шоколад. Соответственно, эту массу уже лепите лепешечки. Можно вываливать их в кунжутном семени, в маковом, в любом уже, в пудре какой-нибудь, в том же керопе обкатывать. Получаются замечательные такие конфетки. Очень вкусные, очень сытные. Спасибо вам большое, что поделились такими интересными рецептами. Но вот у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, многие общественности, да, ополчуясь на веганов, на вегетарианство, да, говорят, что это на самом деле вредно и никакой пользы не приносит. Вот как их можно переубедить? На самом деле уже официально Минздрав признал вегетарианство как здоровым, нормальным образом жизни. Ну вот именно касаемо веганов я говорила, потому что многие, вот на них действительно ополчается то, что сыроедение считается не самым полезным образом жизни, образом питания. Ну, к примеру, приведу недавно просмотренную передачу Урганта и готовили они кухню, СМА, по-моему, называется, вместе с Макаревичем. И сам Макаревич в эфире совершенно замечательно заявляет о том, что он буквально там какое-то время назад в своем прошлом был практически сыроедом. И как он себя замечательно чувствовал, как у него все было шикарно. И потом, когда он попал на банкет, там какой-то праздник, кто-то приготовил курочку, и он не смог отказать только потому, что, ну, там человек старался, и надо было, собственно, ее попробовать, иначе обидел бы человека. И он ее съел, ему было очень плохо после этого. И он ушел от такого вида питания, вегетарианского, по сути, только ради того, что он понял, что он себя довел до того, что он не может обычную еду есть. Но оно так и есть, потому что человек очищает себя настолько, что вся приготовленная еда становится ему очевидно вредна, не так вредна, как когда мы просто кушаем. Слушайте, мне к мясоеду тяжело понять, да, как может быть плохо или тяжело от мяса, да, на самом деле. Но вот все-таки если в какой-то период своей жизни я решу стать сыроедом, да, либо вегетарианцем, как мне более грамотно перейти к такому образу жизни? Самый грамотный способ – это замещение растительной пищи и постепенное замещение и вымещение мясной или любой животного происхождения. То есть, скажем, вы отказываетесь от самых, допустим, трудноприготовленных продуктов, например, жареного мяса, да, или жареная рыба, вообще жареная убирать потихоньку, потом уже какие-то более легкие, потом вообще отказались от мяса. А его наполнили каким-то, наоборот, овощными продуктами. А вот чем можно заменить мясо? Просто вот, вы знаете, вот бывает такое, да, выходишь после особенно таких сильных спортивных каких-то нагрузок, да, и вот прям хочется что-то такого мясного отведать. Вот чем это можно заменить и как это можно сделать? Ну, это как раз вопрос информационной недостаточности, потому что заменить его нечем. Ну, нет в природе таких веществ, особенно в растительных, которые могут заменить приготовленное мясо. На самом деле, если глубоко вдаваться в процесс биохимический, то ничего полезного там нет. Ну, хорошо, чем перебить это желание можно. Да, а перебить желание можно любой едой, потому что, по сути, сытость добавляет то, что приготовленные продукты очень долго находятся у нас в желудке, прежде чем они обрабатываются и уходят дальше. Они вот это и дают чувство сытости, находясь в желудке. Вот эта тяжесть какая-то кажется, что мы все поели и все нам хорошо. И как только все это пошло дальше из желудка, вот тогда нам кажется, что мы голодны. На самом деле это не так. Питание-то происходит не в желудке, а уже в желудочно-кишечном тракте дальше весь процесс основного питания. Поэтому важно, что там находится и как оно нас питает и дает ли энергию. И на самом деле, особенно при физических нагрузках, самое лучшее, что вот меня питает энергия, это сладкие фрукты. Особенно виноград и вот подобные им. Они дают колоссальный приток энергии, практически сразу как зарядился, мгновенно и пошел сразу. То есть вместо кусочка мяса лучше съесть какой-нибудь банан, виноград, да? Совершенно верно. И до желательно, и после, потому что до вы наполняете себе перец физическими нагрузками. Просто знаешь, что до желается, да? Желательно съесть какой-то бананчик или что-то такое наполнить сюда и идти на тренировку. А после вы пополнили, если вдруг растратились чуть больше на тренировках, чем вы почувствуете, там, утомлены вы или ослаблены, вы поели, вы сразу придете в норму. А поев приготовленной пищей после этого, вас, скорее всего, будет клонить ко сну, потому что, ну, это стандартная реакция организма на приготовленную еду, особенно тяжелая. Ну, хорошо, как пример, вот если я все-таки стану вегетарианцем, да, вы можете мне рассказать, как должен выглядеть мой примерно завтрак, обед, ужин, да, что мне нужно есть, что мне действительно напитает на целый день? Со временем ваш организм сам будет просить, что вам кушать, да, а для начинающего это должно быть очень много зелени. Зелень – это наша кровь, по сути, она отличается по химическому составу от крови одной всего лишь молекулы. Соответственно, она максимально к нам приближена по питанию, и все, что зеленое, для вас будет нести максимальную пользу для организма, очищать вас и питать сразу же элементами энергии и силой. Вот, соответственно, любые травки, укроп, петрушка, шпинат, все, что можно, как можно больше. Вот, поначалу рекомендуется вообще пучками их кушать и не стесняться. Вот, все самые замечательные сыроеды-спортсмены, тот же Алексей Воевода, он там с пучком практически ходит все время, ему даже букет цветов дают, и многие над ним потешаются, что ты там за кулисами его не собираешься кушать. Ну, что очень даже удобно, вот тебе и завтрак, и бед, и ужин, и приятное украшение. Да, он чемпион Миропарм-рестлингу, очень-очень крепкий и сильный человек, достойный пример для подружения, как раз тоже сыроед. Ну, хорошо, помимо зелени, что еще необходимо употреблять? Все овощи практически полезны, ну, желательно исключать посленовые, потому что они тяжелые. То есть это картофель, как ни странно, хотя самый дешевый, самый быстрый продукт для употребления, но тем не менее, из всех овощей, наверное, он самый неполезный будет для нас. Вот, поэтому овощи, все, что связано с капустой, морковью, свекла, это действительно очень хороший продукт и очень питательный, полезный. Все фрукты, несомненно, поэтому переесть этим нельзя, вы можете кушать когда хотите и сколько хотите. Я с вами не соглашусь, бананами можно переесть, на самом деле. Кушаю много и никак. Просто, ну, вы не будете кушать больше, чем вот вы поели 2-3 банана, и вам больше не хочется. Все, организм сказал, хватит, но смысл есть дальше. Допустим, в той же приготовленной еде, за счет вот этих многообразия вкуса, специй различных, вы даже если переели, вы все равно можете продолжить кушать, потому что вы наслаждаетесь непосредственно вкусом, особенно там, да, сладким чем-то. Вы наслаждаетесь, когда оно во рту, но уже не чувствуете, что происходит внутри, насколько наполнен желудок. Мы часто переедали, когда застолья были, да, на Новый год, там, на какие-то праздники, потом сидишь и не знаешь, куда себя деть, и не попить уже, потому что не лезет и не поесть больше. Вот. А, вот. То есть, правильно я понимаю, да, для того, чтобы правильно вступить на путь вегетарианства, нужно слушать свой организм, да, обратить максимум внимания на фрукты и овощи, да, и в целом вы начнете чувствовать себя действительно хорошо и комфортно. Правильно? Совершенно верно. Чем больше фруктов и овощей в вашем рационе, тем здоровее вы будете с каждым днем и с каждым минутом. Ну что ж, спасибо большое за ваши советы. К сожалению, время нашей передачи уже истекло. Поздравляем вас, кстати, с праздником. С праздником вас. Напомним, у нас в гостях был вегетарианец-сыроед Олег Будник. Это была программа «В контексте». Впереди еще много интересных тем. Не переключайтесь.